Я построю свою беседу импровизационно, как мне хочется это сделать сегодня. Ну, во-первых, друзья мои, с этим праздником я всегда ассоциирую какую-то особую теплоту христианства, его сердечность. Есть религии, которые суровы, религии, в которых Бог предельно отчужден от человека. Это очень важное понятие – отчуждение. Вспомним Ветхий Завет, вспомним Иегову, как он беспощаден к своим созданиям. У Карла Юнга есть очень интересная работа, где он, уж извините меня за такое выражение, но это Юнг рассматривает Бога как невротика, мнительного, явно неуравновешенного. Речь идет о том, как он поступил с Иову, подвергая его мукам за якобы имевшие место колебания веры у Иова. А таких колебаний не было, это был человек, бесконечно преданный Богу. А вот Бог в нем усомнился, усомнился неправильно, это была ошибка Бога. И, как говорят некоторые очень крупные теологи, смелые теологи, в общем-то в этой тяжбе между человеком и Богом, между Иовом и Иеговой победил Иов. И указывается такая мысль, что это победа человека над Богом, в этом споре, это, конечно, спор какой-то, спор не словесный, это спор глубинный, спор экзистциальный, да. Вот именно это торжество Иова над верным Богом и, если хотите, подвинуло Бога на великий шаг. На то, чтобы послать в мир искупительную жертву своего сына. Это очень глубокая мысль. Неудача с Иовом, одна из причин, почему предвечная Троица приняла это парадоксальное решение. Отправить на землю, в мир плотный, тяжелый, вторую постась, Бога Слова. А вспомнил Содом и Гоморру, как бы ни пали эти города, а все-таки расправа с ними была жуткой. Горящая сера, это катастрофа, это катаклизм. Я бы сказал, очень опасное в экологическом отношении. Я понимаю, я понимаю, что вот когда пришел Христос, я буду много говорить о том, как Его встретили на земле. Это была встреча, я бы сказал так, очень многоаспектная. Это не только Голгофа, это различного рода ереси, где крайне своеобразно он интерпретировался. Я хочу сказать одно. Вот приход Христа породил ересь, очень известную. Эта ересь, она, может быть, фактически начинается. Одна из самых ранних ересей. Ну, и даже говорят, что это первый век, хотя это больше второй век. Так, вот ересь Баркиона, я сейчас о ней вам скажу. Вот это очень важно, чтобы вы поняли, почему я начал говорить о теплоте, почему я начал говорить о любви, о том, что это религия, которая повернута к человеку, обращена к человеку. И где вот это отчуждение Бога и человека преодолевает сразу навсегда. Вот, например, он рассуждал так. Но не может Бог-Отец Христа быть тем же самым Богом, который описывается в Ветхом Завете. Ведь Отец Христа – это Бог-любовь, а Ветхозаветный Бог – это Бог-закон. Но упаскание закона может быть и справедливой, но часто следование этому закону бывает антигуманным. И вот Маркион выступил с ересью, согласно которой есть два Бога. Вот есть Высший Бог – Отец Христа. И есть Бог Демиург, да, Творец Мира, да, существо, обладающее огромными возможностями, но не высшее существо, а в иерархии, как бы подчиняющиеся Богу-Отцу в Новозаветном смысле слова. То есть Маркион резко противоставил Ветхий Завет и Новый Завет. Он был истовым христианином. Хотя, я потом скажу, как он интерпретировал Христа, он считал, что это было существо бесплотное, а вообще-то он, любя Христа, все-таки не проник с идеей главной в этой великой мистерии, идеей Боговоплощения. Но как бы то ни было, я просто хочу сейчас акцентировать этот контраст, контраст Ветхозаветного Бога и Новозаветного Бога. Резко меняется, если хотите, тональность. Если Ветхий Завет – это ноты очень жесткие, тяжелые, громовые, то Новый Завет – это скрипка, это флейта. И если мы не можем в Ветхом Завете как бы созвучать Богу, у нас нет никаких возможностей, ни голосовых, ни других, то в Новом Завете мы вместе с Богом, мы в одном хоре с Ним. И если хотите, в общем-то, как я бы сказал, на равных правах с Ним, вот так я бы сказал, да. И это нормально, это то, что составляет сущность той атмосферы, которую создает Новый Завет. Вот это резкое противоположение двух Заветов. Правда, христианство, оно отказалось от этой антитесы контрастной. Христианство как-то очень мудро ассимилировало Ветхозаветные, все, так сказать, предания, инкорпорировало их в свою традицию, в новую традицию. Это очень само по себе показательно. Вот был такой порыв, был такой порыв в начале христианской эры резко разорвать с Богом Ветхого Завета. И этот резкий разрыв объясняется тем, что приход Христа – это явление совершенно невероятное, совершенно не знающий аналогий, хотя вроде как бы и предсказанное в Ветхом Завете, ибо пророчество Ветхого Завета – это пророчество о приходе Мессии. Бог и человек. Вот великая проблема. Проблема, которая сейчас, собственно говоря, нас мучает и волнует. Человек привык к тому, что Бог запределен. Ну, собственно говоря, и сегодня мы сохраняем понимание Бога как существа трансцендентного. Я это слово очень люблю. Трансцендентное – это находящееся за гранью нашего эмпирического мира, ну, если хотите, за гранью материи. Трансцендентное – это, если хотите, почти что зазеркальный, почти что потусторонний, принадлежащий иному плану бытия. Естественно, что Его трансцендентен в миру, хотя и является дворцом этого мира. Также трансцендентен и Аллах. Хотя Он создатель людей, но Он все-таки возвышается над ними. И Он недосягаем, Он недосягаем. У христианства тоже сохраняется этот мотив. Мотив недоступности Бога, мотив Его несказуемости. Отсюда апопатическое богословие. Богословие, которое говорит о Боге на языке отрицания, на языке минусований, вычитаний. Бог – это не то, не то, не то. Почему не то, не то, не то? Потому что наши слова неадекватны Богу. Да, в христианстве сохраняется вот это чувство бесконечной дистанции между человеком и Богом. И в то же время христианство парадоксально эту дистанцию снимает начисто. Вот это самое главное в христианстве. Бесконечный разрыв, или хиатус, разделявший Бога и человека, в христианстве разом преодолевается. Вифлеем, пещера, где стоит ясли. Что такое ясли? Это кормушка для скота. Туда высыпает овес. И вот в этой кормушке лежит владеец. Совершенно беспомощный, совершенно беззащитный. И тем не менее, это Бог. Во всей своей полноте. Не какая-то часть Бога. Бог не храгментируется. Бог абсолютно целостен. А весь Бог. Но, знаете, вот. Как это вообще, вот как это невероятно. И я хотел бы, чтобы мы с вами пережили вот это ощущение Рождества Христа. Как величайшего парадокса в истории человечества. Не было большего парадокса, чем этот. И с этим парадоксом справились далеко не все. Я думаю, что многие из нас еще вот так не пережили это удивительное явление. Не осознали этого факта. Мы как-то принимаем это все уже в каких-то готовых блоках. В каких-то застывших стереотипах. Не сопереживая тому, что было тогда. Что произошло в Назарете. В момент благовещения. А потом в Вифлееме. В момент Рождества. Произошло неповало. Бог и человек соединились. Нечто единое. И разрыв между ними. Был сойден к нулю. Это чудо и чудес. И это нас обнадеживает. Это даже перспектива. Хочу вам напомнить, если хотите так сказать, о статусе Иисуса Христа. Статус того младенца. День рождения, которого мы будем завтра праздновать. Это вторая ипоста Святой Троица. Мы об этом все время забываем. Вообще вот наша церковь, я ценю ее за христоцентризм, она как-то ввела в тень. И Бога Отца, и Бога Святого Духа. Ну, может быть, я здесь немножко преувеличил, но есть ли это в основании. По крайней мере, так считал Александр Мень. И считал, как, не упрекая церковь за это, а наоборот, ее поощряя. Христос и все. Православие – это религия Бога Сына. Неправильно. Христинство – это религия Святой Троицы и Иисуса Христа, как воплотившись в вторую ипостась. Вот поэтому я считаю очень важным напомнить о том, что вот Святая Троица, она включает свой состав. Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Все три ипостаси друг к другу совечны. Ну, как-нибудь мы поговорим о Святой Троице отдельно. Там одна моя тема такая, можно сказать, осевая в моих исканиях. Вот. Они равночестны. Равночестны. В Троице нет субординации. Нет понятия старшей – младшей. Нет понятия выше – низшей. Нет понятия раньше – позже. Нет понятия причина – следствие. Вот эта удивительная структура Святая Троица. И то, что этот кристалл этого догмата был так блистательно отшлифован вселенскими соборами, и это для меня высшее достижение человеческого интеллекта. И вот Бог Слова. Вторая ипостась Святой Троица. Или Бог Сын. Это одно и то уже. Бог Сын и Бог Слова. Или Бог Логос. Вот она воплощается на зерном плане. Она воплощается в младенце Христе. Это поразительнейшая конструкция. Вот давайте я буду говорить так. Вот я не пробовать вам все читаю. У меня же лекция называется «Философия Рождества». Я эту лекцию могу адресовать как людям верующим. И они не найдут никаких изъянов в том, что я говорю. Но и атеисты должны к этому прислушаться, потому что это культура, великая культура. И культура, которая сформировала нашу нравственность, наши эстетические ценности. Вот. Происходит Боговоплощение. Соединяются два полюса. Недавно еще резко, контрастно, несопоставимо противостоящие друг другу. Происходит обожжение плоти. Вот это прекрасное слово «обожение». Я, правда, буду редко его упрямлять. Я люблю греческий аналог, слово «теозис». Это и есть обожжение. Это самый невероятный синтез, который только можно было бы себе представить. Павел Флоренский говорил о том, что христианство антиномично. Ну, что такое антиномия? Это соединение резко противоположных смыслов. Полярных смыслов. Антиномия. Это противоречие, фундаментальное противоречие, как говорится, на разрыв. Столкнулись такие полюса, что немыслимо представить их синтез. Аналогом антиномии как философского понятия в поэтике будет слово «оксюмарон». Вот у меня здесь галета называется «оксюмарон». Оксюмарон – это фигура поэтической речи, где используется фактически прием антиномии. Сталкивается противоположный смысл. «Белая ночь» – очень хороший «оксюмарон». Но, конечно, самый грандиозный «оксюмарон», самый невероятный «оксюмарон» – это слово «бога-человек». Давайте на это слово посмотрим просто с позиции поэтики. Не только. «Бог» и «человек». Я же вам сказал, что это несопоставимо, несамасштабно. И вдруг это соединено в одном слове. Со всем основанием это сделано. Это не причудо, это не игра. Это константация некоторого антологического факта. «Бог» и «человек» – понятие антиномия, понятие оксюмара. Но то же самое можно сказать и о слове «боговоплощение». «Бог» и «плоть». Ну ведь «бог» – это дух, а «плоть» – это плоть. Она весома, она инертна, она тленно, она приходящая. А «бог» бессмертен, «бог» медленен, «бог» вечен. И вдруг «боговоплощение». Как так? Вот когда Есенин воскресал, да? «Господи, отелись!» То его неправильно комментируют. Это не есть оскорбление Бога. Речь идет не о том, что там надо отелиться теленком. «Отелись» в смысле «оплотнись», «воплотись». Понимаете, что означает этот призыв из Есенина? Вот. Здесь слово «телый» звучит, а не «теленок» в глубинном семантическом контексте. Так вот, «бог отелился», «оплотнился», как любил говорить Павел Флоренский. «Оплотнился». Мне это слово очень нравится. И это, конечно, удивительно. И это означает, что у нас, у нас есть возможность победить смерть. Ведь я хочу вам напомнить о том, что согласно мифу о сотворении человека, за каждым мифом стоят, за каждым подлинным мифом, глубинным мифом стоят архетипы, стоит какая-то вообще бездонная информация, и она более чем реальна, более чем объективна, более чем правдива. Вот. Человек был сотворен как существо бессмертное. Но я не буду здесь сейчас говорить о грехопадении и человека, и о падении ангелов. Это тоже отдельная тема. Тема искушения, соблазна. Так или иначе, человек потерял это свойство. Началось падение человека. Падение вниз. Вот. Очень важно понимать, что для религиозного сознания имеет принципиальное значение некая абсолютная вертикаль. Мировая ось. Возможно подъем по ступенькам этой оси до уровня Бога. И возможно падение. Падение в бездну. Падение в инферно. Ну вот человек пал. Пал в глубины, в пучины неизмеримые. Это бездна порока. Это пучина греха. И вот оттуда человека вытаскивают. Поднимают. Христиане. Люди христианского подвига. И прежде всего сам Христос. Он пришел для того, чтобы человека во-первых поднять, а во-вторых поднять из бездны. А потом возвысить. Возвысить до уровня до уровня Бога. Самые золотые слова о сути христианства сказал Валентин Александрийский. Вот эту формулу я страшно люблю. Она поражает своей симметрией. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Потрясающе красивая формула. и вот это ее внутренняя зеркальная симметрия. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот смысл того события, годовщину, которого мы будем завтра праздновать. Если сказать честно, то церковь, конечно, не скрывает этого конечного идеала христианства. Но она как-то все-таки его не педалирует. не акцентирует. Но смотрите, вот что у нас учит на проповеди? Ну, что мы можем спастись? Что на стражем среде нас могут замиловать? Мы окажемся в районе. Вот, придет такая селекция. Кого-то отбракуют, отправят в ад, кого-то, наоборот, оправдают, реабилитируют и отправят в рай. Но это быть мало. Понимаете, да? Христианство максималистичное. И подлинное христианство, глубинное, сущностное, оно как раз говорит о том, что цель-то спасения не просто там оказаться в раю где уютно, тепло и можно питаться нектарами и амрозией и так далее, и так далее. Вот. А стать Богом. Я понимаю, почему церковь придерживает эту идею, потому что, знаете, всегда есть люди, которые форсируют эту задачу эволюционную. Но такой форсаж ведет к чудовищным заблуждениям. Это опасность гордыни. Я сейчас не буду развивать эту тему. У нас будет повод поговорить как-нибудь об исламе. Хочу сказать, что вот как примечание очень интересное, да? Ведь ислам не принял идеи боговоплощения Христа. Магомед считал Христа просто великим пророком. что-то просто. Это с наших позиций просто, а внутри ислам это совсем непросто. Это очень много. Вот. Ислам как бы понизил Христа в рамках. Но ведь исламские мыслители, особенно поэты-мыслители, там все поэты были философами, как правило, вот они вот их задела идея боговоплощения. Если христианская церковь фактически как бы табуировала эту идею, боговоплощение какого? Не просто боговоплощение, а боговоплощение, которое продолжится в нашем обожинге. Мы должны пойти за Христом и стать подобными Христу. Вот. Вот. Еще раз смотря церковь этого вела ковы в тени. Но мусульмане это знали. И под влиянием идеи боговоплощения только благодаря ей внутри ислама развилось замечательное движение, которое называется суфизмом. Если бы не было христианства, не было бы суфизма. Вот это парадоксально, но это так. Это удивительная истина. Я считаю, что вот в этом плане опыт ислама нам очень полезен, потому что ислам помогает нам осознать нашу собственную абсолютную конечную цель. И сейчас повторяю, надо стремиться стать богом, но делать это смиренно, без гордыни. это страшная вещь гордыни. Насколько появляется лжехристов, лжепророков. Это ложь внутри религии, ложь, ведущая к сектантству, это самое неприятное, что может быть. Вот я уважаю, уважаю сектантов, и в этом я не вижу ничего оскорбительного. Вот видите, в Миносинске сейчас живет Христос, висарет, да? Так, человек совсем не бездарный. Но как это амбициозно, как это амбициозно выдавать себя за того самого Христа, второе предшествие, которого чай человечества. Понимаете, все умное человек, которое не примет никогда. Но, с другой стороны, пускай вот такие люди будут, и пускай они вносят свою ноту в жизненной сферы. В этом я не вижу ничего страшного, чтобы их преследовать, их там как-то подвергать обструкции. Не надо. Но, тем не менее, это очень нехорошо. Для меня это в плане чисто статистическом, неприемлемо. Вот, я возвращаюсь к сути того, что произошло в Ифлиеме 2007 лет назад. надо сказать, что, вообще-то, спасение от человека началось с День Боговоплощения. Отсчет спасения начинается с того момента, когда Святой Дух вошел в Деву Марии. И, вот, началась эта новая плоть, нетленная, бизантропийная. И, я об этом всегда напоминаю. Вот. И иногда, я просто забыл взять с собой альманах свой, значит, у меня есть альманах Боговещения. Так. Вот. Я там просто отвечаю на вопрос, вот, я в Библии не читал? Вот, есть такие стихи у меня. Цель наконец-то обретя мы замираем у порога. Как странно, малое дитя в своей плоти вмещает Бога. И это навсегда, навек. Мы видим космос в новом свете. Еще бы, Бога-человек родился в тихом Назарете. А почему Назарете, а не в Ивлееме? Хотя у меня вот здесь идет много центов, где все время только про Ивлеем говорится. Что, я путаю Назаре с Ивлеемом, что ли? Конечно, нет. Назарете произошло Боговещение. Назарете действительно Христос родился в очреве с Ивлеем Марии. Вот я сейчас пишу, я написал статьи о нашем прекрасном враче Анатолию Петровичу Зильберью, у него есть книжка, посвященная проблемам вакушерства гинекологии. Вот я ее изучил, и там утверждается, что плод это личность, плод, который там только-только начинает свое развитие. И поэтому дата истинного Рождества это 25 Марта. Ну, мы сами понимаем, что зачатие и зачатие, рождение и рождение, но для меня Назарет это особое место, и я к этому может быть вернусь, и может поговорим за тема, когда подойдет Благовечение. День Благовечения. Вернемся, тут много о чем можно сказать про Благовечение. Вот, хорошо. Итак, родился Бога-человек. Мы очень мало знаем о юности Христа, только покриво нам кое-что тут говорят, это свидетельство интересное, она спорная, по крайней мере, неосвященная азеренетом традиции. Христос появляется на арене истории, именно как Спаситель в довольно позднем возрасте. Я не буду вам говорить про евангельские чудеса, которых вы знаете, а вот я только напомню вам одну его фразу, которая, конечно, шокировала его современников. Я осуждаю фарисеев, но и жалею их. Знаете, вот почему надо требовать было от них, чтобы их сознание было подготовлено к чему? К заявлению Христа. Иисус говорит, я Отец одно. Представьте себя, сегодня мы знаем о Святой Троице, о Боговом воплощении, Господи, сколько литературы на эту тему наработано, чего стоят Силенские соборы, чего стоят отцы церкви. Тогда этого еще не было. И вот приходит человек весьма странный по своему имиджу, если так можно выразиться. И он призявляет, я и Отец одно, имею в виду Бога. Это было дерзостью. Это было вызовом общественного сознания. Но, конечно, мы сегодня будем судить фарисеев, так? И, в общем-то, в общем-то еврейский народ за это страшно пострадал. геноцид его был связан именно с этим моментом. Это задним числом его обменили, в том, что он оказался глухим приходом Христа. А я вот это хорошо понимаю, да? Вот, да, еврейский народ предсказывал приход Мессии. Великие пророчества. Пророчества Исаия, пророчества Михея. Эти пророки называют город Вифлеем. Эти пророки говорят о том, что Христос родился от непророчной девы. За семь веков до Рождества Христова даются такие пророчества. Тогда-то они как могли быть интерпретированы? Ну, представьте себе, да? Ну, пускай датировки верны. условно, семь веков как минимум, да? Так, Горор говорит, что вот придет Спаситель, и он родится от существа, естественно, женского пола, которое сохранится у вас с вынепорочной, с вынневинницей. Как на него тогда смотрели современники его? Вы понимаете, да? Вот, надо все-таки жалеть людей за то, что они не всегда готовы к принятию небывалого. Вот нашлось несколько человек, которые поняли Христа. Это апостолы, их было очень мало, и среди них были колебания, вспомним, Иуду, вспомним, как Петр себя вел в Гриста ванском саду, так? И раньше, и позже. Да, это все вот так. Ну, вот, Христоф ты правду говорил, я отец одно. А ведь тогда не было еще догмата Святой Троицы в его развитом виде. Ну, конечно, одно, потому что Троица, Троица одно равняется трем. Троица, каждая ипостась, не следит себе другие ипостась. Христос говорил полностью в духе тринитарного догмата, догмата Святой Троицы. Ну, кто его мог понять? Ведь он был обречен на непонимание, а это непонимание естественно. Вы думаете, сегодня, сегодня даже священники понимают до конца суть того, что такое Христос и как он создает Троица? Нет. Есть такое популярное христианство, поп-христианство, да, очень поверхностно, очень неглубокое, сохранившее инерции изищества, а таким оно было в прошлые века, и такое оно сейчас, не везде, конечно, не всегда, да, и таким оно будет еще очень долго. Вот. Христос сказал такие странные вещи, я и те с одной, а потом сказал человеку, что ты будешь как я, а уже иметь в виду знание человека о божественной природе Христа. Христос уже и Лазаря воскресил, и совершил чудо с хлебами, и по водам перешел, много чего сделал интересного, так. И больше того, вот, Иван Геонид Иванов там сказал, что ты будешь делать больше, чем я делаю, преждадешь меня. Вот этот момент вообще как-то не комментируется, как правило, не комментируется у нас, в нашей церковью. Ведь то, что говорит Христос, если ты его любишь, ты должен к этому относиться с доверием. Вот. Естественно, что он оказался непонятым, и последовало Голгофа, которая была закономерна, но, знаете, не фатально закономерна. Вот я очень много читал эту тему литературы, и считать, что Святая Троица посылает Троепостась, уже заранее знаешь, что будет кровь, это неверно. Это неверно, понимаете меня, да? Вот, потому что вот уже самого воплощения Христа это жертва. Вот, потому что он тоже облег на себя этот панцирь плоти. Это уже жертва. Голгоф это следующая ступень жертвы, так? Но, вот, воплощение это жертва еще больше, чем смерть на Голгофе. Это тоже называется кенозисом. Кенозис уничижения Бога. Вот, Бог себя как бы опустил вниз. Вот, это жертва, да. Вот, это Голгофа могло не быть. Вот, могли так сложиться события, что Христа не распяли бы. Так, еще, христианство не фаталистично, и Голгофа не фатально. Хотя, можно сказать так, вот, если говорить о вероятности, вероятность Голгофа была весьма, весьма велика, но все-таки вероятность, все-таки такого жесткого дарминизма здесь не было. Ну, представьте себе, что сценарий пошел бы как-то по другому пути. Вот, представьте себе, если бы я это мог представить, да, это представить очень трудно. по крайней мере, я скажу вам так. Вот, если бы не было Голгофа, то не было бы нас с вами, не было бы нас с вами такими, какие мы есть, и не было бы культуры, культуры, которая, конечно, вдохновлена и Рождеством Христа, и еще в большей степени смертью Христа. Вот я сейчас хочу в обращении стихотворения и стихла триптия Рождества. И вот я как раз сейчас даю перспективу, перспективу, ну, если хотите, тех отражений, которые оставил Христос в мировой культуре. Ну, стих, кстати, Папа Мимский Фикстинской капеллы, вы это догадаетесь, так. Пастернак, кстати, испоминается, потому что Пастернак написал прекрасный евангельский стихл. Пассион, это страсти Баха. Эта кормчая звезда не погаснет никогда До скончания времен Будет длиться этот сон Степь Поземка Три волхва Святозария Рождества Отражает Ордан Будущее За Ордан Бах Садится Просветлен Им Задуман Пассион Эхо Вдохновенных Нот К трём Волхвам Сейчас Уйдёт Что им Видно Сквозь метель Мастерская Рафаэль Преснодевы Красота В церкви Сикста От холста Люди Не отводят Глаз Дивно Выполнен Заказ А теперь Видать Сквозь мрак Как в России Пастернак Встал За старое Перо Вынул Вечное Перо И увидел Наяву Ручки К первому Волхву Тянет Ласковый Малыш Сердцем Вслушиваясь В тиш Маку Ловит Смертный Стон Мир Голгоф И потрясён Скоро Снимем Этот Стресс Пасха Грянь Христос Воскрес Только Это Впереди Повай Надейся Жди Перспективу Долгих Лет Открывает Назарет Предвещает Рожество На планете Рождество Конечно Рождество Надо связывать С последними Днями Христа Обязательно В медведоводной Перспективе Не зря Я люблю Иконы Богоматери Вот Выспомните Иконы Где Над владенцем Изображены Орудия Страстей Господних Орудия Муки Дева Понимала Что ждёт Её сына Ей Было Открыто Это вероятие Но она Её Конечно Отгоняла В мыслях Надеялась На какой-то Другой Исклон Но Она Знала Что Вот Возможно Вот Такое И Это Знание Она Насплачила Свою Жизнь И так Христос Распят Это Страшная Смерть Мы ещё Поговорим О том Как её Восприняли Другие Поколения Вот Он Является Своим Учеником После Уже Распятия Это Другая Тема Это Тема Фомы Фомы Которые Честно Сомневаются Вот Я Сейчас Выпускаю Лимоног Но Он Будет Назоваться Фома И его Фоми